Я приготовила заранее, здесь на половинку чашечки у меня вышло где-то 4 чайные ложки кофе. И когда кофе стоит, оно приобретает такой очень глубокий цвет, понимаете? Рисунок кофе без карандаша, понятно? Сначала мы берем немножко кофе, разводим, чтобы был у нас очень светлый рисунок. Настолько, чтобы нам только было видно, понятно? Рисовать нужно или кисточку номер 2, или кисточку номер 3, как у меня. Значит, я делаю сначала набросок дерева. Я вот его рисую, стараюсь сделать его таким, чтобы у меня дерево было такое вот большое, раскидистое, чтобы на нем было много очень листвы. Дерево настолько высокое, что оно фрагментально будет у нас изображено, потому что здесь кругом будут только листва. И вот на этой листве я хочу вам показать, как передать воздушность листвы. Вот сюда я могу даже нарисовать пригорочек, где он работает, растет. Вам понятно, да? Это фрагмент нашего дерева. Начинаем из самого светлого пятна, вот такого вот, который совсем жидкий. И мы делаем заднюю часть листва, то есть за деревом. Вот эти ветки ближе к нам, а листва вот на этих кончиках ветвей там далеко. Понятно вам? И я начинаю его рисовать, вот эти самые светлые. Где-то сплошняком, а где-то оставляя пропуски. Потому что очень часто дети рисуют листву, и свет не проникает. Вот это вот нам нужно понять. Что вот так, я легонько. Метод очень несложный, но очень хороший. Ведь листву рисовать, деревья летом рисовать намного тяжелее, чем осенью или зимой. Как ты считаешь, дружочек? Гариш, почему летом сложнее рисовать, чем зимой, или осенью, или весной? А, потому что... Ну, а почему? Ну, как ты считаешь? Потому что тяжело рисовать листву? Самый задний план. Понятно? Здесь мы можем на заднем плане вот нарисовать. Например, здесь у меня какой-нибудь травиночки. Вот здесь. Мы рисуем все одинаковым цветом. Вот здесь нарисуем немножко земельку. Вот так. Все. Теперь мы начинаем набирать цвет. Как мы набираем цвет? Берем кофе, добавляем посильнее, чтобы получилась такая вот кофейная история. Чуть темнее, видишь? Теперь мы идем вот к этим местам. И кое-где мы добавляем темные листочки. Хаотично. Чуть-чуть. Это все мы рисуем задний план. Вот так вот все делаем. То есть мы рисуем так, чтобы, посмотрите, чтобы были видны вот эти вот листочки. Вам видно вот эти листочки? То есть мы сначала рисовали как облачка такие, а теперь вам понятно, что там листочки. Видно? Вот так, смотрите. Видно вам, да, листочки? То есть видно, да? Но это все пока идет задний план. И вот эти листочки мы так таким образом располагаем, чтобы они как бы завершают нашу картину задней листвы. Вот там задней. Мы не обращаем внимания на веточки, вот на эти, Дарина. Мы рисуем просто вот так вот. Вот наше облачко есть, и мы здесь листочки показываем. Это вот. Теперь пришло время для того, чтобы показать потемнее ствол. Берем кофе, берем потемнее. Но ствол мы располагаем не целиком, а кусочками. Почему? Потому что летом ствол у нас не виден. Где-то виден, да? А где-то и не виден. Большего ствола видно внизу, вот здесь вот. Если, когда вы пойдете гулять, вы увидите, что ствол в основном внизу виден. А здесь вверху веточки шевелят, шевелятся, разлетаются ветерком, листва, и не видно этих, даже вот совсем не видно ничего, наших веточек. И они только кое-где мелькнут веточки и снова исчезнут. Теперь мы будем уже делать листву, которая впереди. А почему она отличается от той листвы, которая вдалеке? Во-первых, она темнее, а во-вторых, она... Так вот мы сделаем вот так, чтобы не самый темный цвет был. Чтобы она заходила за наши веточки, потому что она впереди веточки. Понятно? И вот таким образом, теперь я четко показываю эти вет... листву. Если я вначале облачками рисовала, то теперь я показываю вот эту листву. Ну, я рисую, например, вяз. А вообще, если рисуется какое-то дерево, еще рисуется... Ну, показано, какая листва. Либо это, или клен. Вот так, потемнее делаем. Сюда. Если вот так вот лохмата будете делать, вот так, то это будут листья клена. Они вот такие у нас. Ох, матенькие. Но мы уже с вами сделали здесь такой вяз. Но самым темным цветом, обратите внимание, мы не делаем ничего. Все это делаем по-сухому. Чуть потемнее надо. Так, это мы впереди идем. У нас передние листочки. Сюда листочек, сюда листочек, сюда листочек, сюда листочек. Сюда. Ну, и теперь мы находим самый темный листок. Самый темный листок, это вот такой совсем темный цвет. Но им нельзя много рисовать. Можно только где-то добавить, смотрите, чуть-чуть там, где-то веточку подчеркнуть, где-то какой-то один-два листочка. Совсем чуть-чуть. Где-то стволик дать. Из-за того, что мы делаем солнечное наше дерево, мы еще нарисуем вот здесь у дерева где-то тени на нашем земле. И это сразу будет видно, что очень солнечный день. А мы вот сейчас вот эти вот листочки делаем самым-самым-самым таким темным. Можем ветер показать. Когда ветром, тогда листочки идут под определенным углом. Можно изобразить. И вот таким образом. Кажется, что это сделать, такое вот дерево, очень тяжело. Но это только упорство достижения цели. И когда вы вот поймете, как оно делается вот так, то вам совершенно не составит труда потом нарисовать это дерево в зеленых красках. Потому что вы будете брать сначала задний план, потом средний план, потом передний, а потом уже добавлять, моделировать конструкцию всего вот этой всей нашей листвы. Добавлять где-то вот такие веточки. Там можно посадить там птичечку. Так вот, легонечко. Видишь, там птичка сидит, да? Вот. И таким образом вы нарисуете такое очаровательное летнее дерево при помощи кофе. Ну и нам остается только нарисовать какие-нибудь травинки, чтобы нашим здесь показать, что это летний денек такой очаровательный. Где-то кору добавить потемнее, ведь она у нас, кора очень темная. Ну и бумагу нужно выбирать хорошую, потому что бумага должна быть с хорошей текстурой. Если она гладкая, то выполнить такую работу довольно-таки сложно. Сейчас я сделаю еще одну птичку. Рисуйтесь. Правда, птички у меня здесь маленькие. На самом деле, в этих больших ветвях вяза любят сидеть галки. Это их излюбленное дерево. Вот у нас вышло кофейное дерево. Видите, какое воздушное перспектива роста. Видно, как много там травы, вот эти листвы, листочков так много, они создают ощущение такой вот, знаете, живого, трепетного очень. Поэтому вот Дариночка нам надо...